Продажи пива в ларьках теперь вне закона. С нового года в России хмельной напиток приравняли к крепкому алкоголю. А значит и ограничения на его реализацию теперь действуют совсем другие. Реализацию его можно осуществлять только со стационарных объектов торговли. Это первое. Временной фактор имеет значение. Реализация пива также постановлением правительства Ивановской области запрещена с 21 часа до 9 часов утра. Чтобы проверить соблюдение предпринимателями закона, сотрудники городской мэрии совместно с правоохранительными органами регулярно проводят рейды. Мы проводим совместные такие проверочные мероприятия с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу Иваново. Эти проверочные мероприятия осуществляются с контролирующими органами на постоянной основе. За истекший период действия закона с 1 января 2013 года выявлено уже 6 правонарушений в реализации пива. На вопрос пива есть многие продавцы отвечают отрицательно не сразу. Сначала с подозрением, осмотрев покупателя. В этом киоске от запретного напитка избавились еще в новогодние праздники. Хозяин точки признается, на соки и шоколадках такую выручку не сделаешь, поэтому скорее всего придется закрываться. Но многих предпринимателей угроза разорения заставляет идти на нарушение закона. Например, здесь, в киоске на улице Свободы, бутылочку пенного нам продали без вопросов. Зато у полицейских вопросы к продавцу были. Документы какие-то вообще в киоске есть? Нет, в киоске никаких документов. Очень плохо. Нельзя без документов работать. Я не могу, без документов вообще достать. Вот это у вас пиво, которое, да, с ценами, простите, чтобы не ошибиться. Потому что ассортимент отличный. Теперь предпринимателю грозит штраф 50 тысяч рублей. Незаконная продукция будет изъята. Вот только не сподвигнут ли бизнесменов эти непредвиденные расходы расширить ассортимент подпольного пива. Пока вопрос открытый. Наталья Романова, Сергей Коликов, РТВ Ивано.